всем привет вчера на корее на птс и поставили пробуждение скиллов первой стойки на волшебницу и визарда наследие по нашему говоря ли традиции по-корейски давайте посмотрим как это выглядит во первых что у визарда что волшебницы одинаковые скиллы традициях единственное различие то есть никакого различие то и нету вы можете выбирать тут есть две ветки что здесь две ветки здесь вторая ветка то есть вы можете выбрать либо такой скилл который идет без устойчивости либо можете выбрать такой вот скилл которую устойчивость спереди это кастуется вы устойчивость спереди и не можете передвигаться вот этот скилл идет без устойчивости но вы можете передвигаться после того, как скастовали скилл. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть вы кидаете ледяной дождь, и вы можете передвигаться после этого. Вы можете отбежать на большое расстояние. То есть и он в одной точке. Ну и старый скилл ледяной дождь, который у нас раньше был. Это как обычно, вы стоите, кастуете скилл, не двигаетесь, но можете передвигать дождь за противником. То есть если в пвп, то на вас нападают, вы можете просто передвигать за противником, у вас устойчивость вперед. Также практически на всех скиллах идет меткость. Также добавлены новые пассивки, на которых опять же идет и крит, и магическая атака, и меткость. То есть ну неплохие такие пассивочки. Также многие скиллы можно комбинировать и выбирать. Либо у вас будет дамаг больше идти в пвп, либо в пве, либо только для пве, либо только для пвп. То есть, ну вот как-то так. Этот скилл только для пве. Здесь он у нас идет и в пвп, но в пвп дамаг снижен. Также с метеоритом вы можете выбрать, допустим, этот скилл. Можете выбрать вот этот. То есть вот эту линейку полностью. Можете комбинировать, как хотите. Здесь то же самое. Здесь идет супер армором. Ну и в принципе здесь все идут супер армором эти скиллы. Но можете выбирать. Допустим, вот этот скилл, он идет без кдшный. А вот этот скилл, который сейчас у меня стоит, он идет с кд, но у него большая площадь поражения и опрокид. Вот он. Как видите, большая площадь и он опрокидывает врага. Но у него кд. К примеру, мы выбираем другой. Этот скидываем. И берем вот этот. И у нас получается вот так. Но работает от стамины. Вот как-то так. Можете все это комбинировать. Вполне это неплохо выглядит, смотрится. Также добавлены новые скиллы. Давайте покажу. Опять же, очень маленькое кд. Большой дамаг. Скажем так, на мобах, на фаспатах, на каких-то просто прелесть. Ну, давайте просто покажу. Я здесь на варагонах. К примеру, как фармить варагонов с таким скиллом. Они вылезают, шот, они вылезают, шот, и все. Ждем следующую пачку. Вылезли. Шотнули. Стоим дальше, ждем, пока вылезет следующая. Ну, к примеру. Либо можете передвигаться просто телепортом и шотать парики мобов. Где-то там, не знаю, там на басимах, на фоганах, на нагах, на грибах, там на лонаросах, без разницы, кентавры, василиски. И единственное, вонокрелом залез, ну, такое себе, левел маленький, нету ни камней нормальных, ни забафов нормальных. Ну, так себе. Если с хорошим дамагом, с 62-м левелом, с камнями, с забафами, думаю, он будет шотаться точно так же этими скиллами, как и варагон. Также есть вот такой. Он также идет с суперармором. Он без кдшный. То есть, просто спам скилл с большим дамагом. Также можете выбирать, как я и говорил, из этих линеек скиллов себе, либо скилл, который идет с большим уроном, вот, к примеру, либо можете выбрать скилл с наименьшим уроном, но, допустим, для ПВП, либо только он или ПВЕ. Зато устойчивость. Вот как-то так. Такие вот добавили традиции на волшебницы. Ну, давайте посмотрим, что вообще есть. Ну, это у нас метеорит с двумя стами процентами будет очень так неплохо черного духа. Можете также выбрать либо такой метеорит, либо другой. Вот он у меня стоит, да? Можно убрать. А и не то. Так, еще мы не скидываемся. Можете выбрать этот. То есть убираете эту ветку, забираете вот этот. И берете себе такой метеорит. Ну, как я и говорил, спал скиллы. Никуда не делся купол. Он есть. Никуда не делся забав. Он присутствует. Оледенение никуда не делось. То есть у волшебницы в принципе осталось все. Также остались раба. Выбирайте себе какую хотите хиллы все остались. И шифтье, и ешка, и рабама. Купол обычный. Купол кьюшка. Бафайте с чем хотите. Единственное, купола из-за бафы выбрать нельзя. То есть в традициях это не выбирается. Ну и давайте просто посмотрим скиллы, какие у него здесь есть. Ну, как я и говорил, можете выбирать линейки себе. Они одинаковые, что у волшебницы, что у визарда. можете огненную стихию компоновать с водяной, с молнией. Как вам будет угодно. Как видите, подходите, дамаг продолжается. Отходите, исчезает. Почти на каждых скиллах 15-20-30% меткости. На некоторых скиллах 100% крит. То есть, ну, скажем так, волшебница. Мне нравится в традициях, но все это, когда к нам подъедет, надо будет уже тестить, смотреть, подбирать комбинации и так далее. Тем, кто играл с первой стойки, думаю, очень зайдет. 10 контролей заморозка, то есть, стан врагов и опрокиды, много чего. И дальний дамаг, и очень большой дамаг, вылетает. Криты 100% множество целей, практически все идут по 10 таргетам, по 10 целям, практически все скиллуют так, что в масс пвп волшебница она и раньше была имбой, сейчас станет еще больше имбой. Как-то так. Можете выбирать огненную стихию, можете выбирать водяную. Это электрическая будет у нас. Это что-то shift F из пробужденной стойки волшебницы. Это что-то типа водоворота лизарда. Видим, да, маленечко похоже. Вот такие у нас в традициях стали волшебник и волшебница. Надеюсь, видео было интересным. Кому было интересно, ставим лайк, подписываемся на канал. Стримчиков пока, ребят, не будет. На неопределенный срок, так как с видеокартой у нас до сих пор проблемы, с охлаждением, с всем остальным. Так что, как только мы все себе сделаем, вам расскажем об этом. и увидите по нашим стримам, что у нас запустили стримчики, значит, Вова Соли собрали себе компьютер и у них все нормально. На этом все, ребят. Надеюсь, было интересно. Пишем комментарии. Довольны вы этим, недовольны? Ну, давайте еще раз наглядно просто покажу вам все скиллы. Думаю, визардам, волшебницам будет интересно. Бешеные иксы на некоторых скиллах, стопроцентный крит, 10 таргетов, ну, просто вообще сказка. Думаю, визарды и волшебницы разберутся, тут в принципе-то не в чем разбираться. Просто смотрите на иксы, смотрите на криты, смотрите на таргеты, супер армор, пве, пвп, выбирайте, ставьте себе что угодно, комбинируйте как хотите. Можете просто перекинуть себе в пвп, можете перекинуть в пве. Сейчас с новым, скажем так, с новой книжечкой выбывающей луны, которая продается, это вообще сделать легко. Скинули, поставили себе другие скиллы, скинули, поставили другие, комбинируйте, пробуйте, что нравится, оставляйте. Пока что мне это нравится, я играю за волшебницу, у меня это основной персонаж, и мне нравится то, что я увидел в традициях волшебницы. Это все, конечно, надо тестить, это надо комбинировать, искать какие-то комбы, смотреть на мобах, ну, смотреть в пвп, в пве, как она будет. Но, думаю, в масс пвп она будет очень люто нагибать. пассивочки. Ну, и цешка. На этом точно все, ребят. Ставим лайк, подписываемся на канал, в дальнейшем заходим в наши стримчики. На этом все, всем счастливенько, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok